21 октября исполнилось бы 80 лет шейху Саиду Афандии из Черкее. Богослов, духовный наставник, выдающийся религиозный деятель, погиб в результате террористического акта 28 августа 2019 года, который совершила смертница. Тысяч верующих Дагестана, России и за рубежом тяжело переживали смерть своего наставника. Шейх оставил духовное наследие, главным из которых является наставление на путь истины, мудрости и добра. Иностранные разведки ставили перед собой задачу ввергнуть религиозную общину, а за ней и весь Дагестан в пучину радикализма. Эти планы врагов России, которые они вынашивали долгое время, не удалось им реализовать во многом благодаря таким учителям духовности, как Уста Саида Фанди. Дагестан был плацдармом отработки различных сценариев, в том числе военно-политических. К сожалению, кое-что все-таки радикалы сделали. Они здорово подпортили имидж республики, что за собой потянуло и ряд проблем, в том числе и отразилось на торгово-экономической и инвестиционной активности в регионе. Мы только начали отходить от последствий этих вызовов. Сегодня мы вспоминаем шейха Саида Фанди. Наш корреспондент Абдулла Алиев побывал в родном селе духовного наставника. Если что-то случилось, кто-то умер, мы не должны из-за этого терять сабру. Нам нужно сохранять спокойствие и проявлять терпение. Единственная польза от этой жизни, проведите здесь тысячу лет или всего 25-30, в том, чтобы в предсмертный миг оказаться в вере, оказаться на истинном пути. Что еще желать тому, кто в последний момент жизни оказался в вере? Многим дагестанцам известно это место. Это дом великого шейха, духовного наставника большинства мусульман Дагестана, шейха Саида Фанди. Именно здесь, внутри своего дома, в этой комнате, великий шейх Саида Фанди без устали принимал и обучал своих учеников. Порой даже были такие дни, когда количество людей, приходящих к нему, достигало до тысячи человек. Есть люди, которые на пути к успеху стремились к богатству. Были те, кого манила слава, почет и величие. Шейх Саида Фанди не преследовал таких целей. Мусульмане его знали как человека, целиком посвятившего себя служению религии и людям. Главная его заслуга как духовного наставника – сохранение мира и стабильности в республике, распространение истинных ценностей ислама. Все старания шейха были направлены только на облагораживание нравов. В этом мире может произойти все, что угодно. Он принадлежит Аллаху, и все тут происходит по его воле. И об этих смутах пророк уже поведал нам. От нас ничего не зависит. Мы лишь обязаны следовать по пути ислама. Мусульманину следует покинуть этот мир в исламе. Пропадет же человек, если умрет вне ислама. Поэтому старайтесь уберечь своих близких, родственников, семью и детей в меру своих сил. С конца 20 века Саид Афанди являлся одним из главных духовных лидеров в Дагестане. Его знали и почитали и далеко за пределами республики. С момента достижения статуса духовного наставника великий шейх призывал только к миру и созиданию. Он всячески остерегал каждого от радикальных настроений и ограждал молодое поколение от экстремизма в религии. Когда в республике набирала обороты экстремистская идеология, Саид Афанди был одним из тех, кто обучал истинному исламу. Исламу, в котором нет места фанатизму и агрессии. Когда началась вот эта война, Тайна Напаль, вот этот, ваххабит Дагестан, мы как раз вот этот, не этот мечет, тот мечет, что у нас был. И там я организовал вот этот, второе этаж делал. Когда началась война, я пошел, Саид Афанди, согласен, вот как дальше делать, война же идет. Я сказал, Саид Афанди, вот так вот, так, война тоже началась. Даже некоторые соседние селы стали уезжать, вещи соберут. Он говорит, Саид Афанди, говорит, этих, говорит, ваххабит, народ не будет слушать. Потому что народ восстанет против него, народ поймет, этого войны, город, до нас тоже не дадут, а черпея. Он быстро кончится. Потому что то, что они пришли вот этой смутой, этот народ, дагестанский народ, мультимый народ поймут. Поэтому продолжаю говорить. Шейх Саид Афанди известен не только как духовный наставник, но и как автор множества книг об исламе. В них шейх обучал правильному пониманию исламской религии, учил искренне поклоняться Всевышнему и быть теми, кто несет только пользу, и о чьей руке и языка не страдает ни один человек, как призывал мусульман пророк Мухаммад. Это значит, человек, познавший себя, познал Аллаха. Это самое важное, что должно быть. То есть осознание своей слабости, своего невежества. Я знаю, что люди меня сильно возвеличивают. Конечно, они будут так делать, ведь я их устаз. Но я же знаю, кто я такой и что у меня есть. Тот, кто возгордился, это Иблис. Иблис возгордился, и гордец является его последователем. Таким образом, человек, ставящий себя ниже, больше любим Аллахом. К этому же приводит только тарькат. На сегодняшний день нельзя не отметить, что шейх сумел уберечь значительную часть молодежи Дагестана от вступления в ряды бандитов, прикрывающихся исламом. Каждый из молодых людей с искренним намерением, пришедших к шейху для обучения, никогда не вступал на путь идеологов радикализма. Внуки Саида Фанди из Черкея продолжают дело своего славного предка. Некоторые из них уже стали учеными-богословами, занимаются просветительской деятельностью. Для тех, кто находится в лесах, у меня есть назидание. Выйдите из лесов, оставьте их диким зверям и идите к людям. Живите среди них, как мы. Вот это мое им назидание. Конечно, если они примут его во внимание. Если они хотят, и если есть что-то, чего они не понимают, но желают понять, пусть приходят ко мне. Я им объясню все, что они хотят, раскрою для них те вопросы, которые они не смогли понять. Конечно, если они не знают. Если придут, им же от этого будет лучше. Не нам. Шейха Саида Фанди знали и почитали не только в Дагестане и России, но и по всему миру. Далеко за пределами нашей родины он пользовался уважением увидных ученых, многие из которых были потомками пророка Мухаммада. Мир ему и благословение Аллаха. Мир ему и благословение Аллаха. Страшную трагедию, случившуюся 28 августа 2012 года, мусульмане Дагестана всегда вспоминают с болью в сердце. В этот день они потеряли человека, который для них указывал путь мудрости и счастья в обоих мирах. Великий шейх ушел из жизни так же, как и его лучшие ученики, отдавшие свою жизнь на пути распространения ислама. Можно долго рассуждать, что было бы, если шейх до сих пор был бы жив. Но можно с уверенностью сказать, что он не ушел с этого света, не выполнив свою миссию. Он объединил мусульман. Книги, написанные им, до сих пор приносят пользу людям. Он оставил после себя лучших учеников, которые достойно продолжают его дело. Нам лишь остается быть благодарными великому шейху, ценить все то, к чему он призывал, и быть всегда сплоченными, как всегда он этого хотел. Абдулла Алиф Джалмагомедов. Специально для итоговых новостей ННТ.